Это не факт, что он их осознает. На подсознании это то, что у человека прописано. У него такой статус, что он вообще не ревнивый, ему вообще всё равно. У него на первом месте он. Безумные отношения. Здесь мужчина сходит с ума по вам. А он король кубков, он живёт эмоциями. Вот вы поэтому не понимаете, как он вас любит, потому что он эти эмоции постоянно хочет проявлять, а у вас от этого количества эмоций, наоборот, возникает какое-то недоверие. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на нашем канале Вита Виртус. У меня для вас очередное видео на самую любимую вашу тему. Мы сегодня подробно рассмотрим чувства вашего загаданного человека. Посмотрим чувства снаружи, изнутри, со всех сторон. Что он чувствует, что он осознаёт, что он не осознаёт, как он это видит, как он вообще чувства проявляет. Потому что не все люди реально могут осознать свои собственные чувства. Когда вас лично даже спрашивают, что ты чувствуешь, очень тяжело. Обычно такое два понимания. Хорошо или плохо, да? Белое и чёрное. Хорошо или плохо? Кстати, очень сложно. Это один из самых сложных моментов в консультациях Таро, когда клиенты начинают спрашивать, а что он чувствует. Ну, расскажите поподробнее. А там вот человек либо любит, либо не любит. Либо ему хорошо, либо ему плохо. А тебе же надо рассказывать. Это очень сложно. Поэтому что мы будем делать? Мы сейчас будем смотреть его осознанные чувства, его неосознанные чувства, его страхи, его подсознание. Что такое подсознание? Чтобы вы сразу понимали. Если на подсознание выпадают чувства у человека, это не факт, что он их осознает. На подсознании это то, что у человека прописано. Это то, что у него запрограммировано в течение жизни, воспитанием, допустим. Он с этим родился. Это его восприятие эмоциональное. То есть это его астральный план, это его эмоциональный план, который не всегда человек может даже осознавать. Он даже не может не понимать, что он испытывает, допустим, к женщине. Его будет тянуть к ней. Он будет не понимать. Он будет думать, ведьма какая-то, меня к ней тянет, я не могу. А на самом деле всё кроется в его астральном, ментальном плане, который человек не осознаёт. Потому что осознать его можно тогда, когда человек практикует, медитирует, занимается какими-то духовными практиками, книжки умные читает. И когда он начинает разбираться, ну обычно это к 50 годам в нормальной практике происходит, но бывает и быстрее осознают свои чувства. Но на самом деле мы все сюда приходим, на эту планету, для того, чтобы научиться любить. Потому что мы все в настоящий момент живём в Ахаван-аватаре любви. Иисус нам что говорил, многие аватары тоже говорили. Царство Божие. Царство Божие — это и есть царство любви. Но как людей научить любить? Самое простое — это через партнёров, которые приходят в вашу жизнь. Что бы ни происходило в ваших отношениях, что бы ни происходило на физическом плане, мы все друг другу даны для того, чтобы мы друг друга научили любить. Через пень-колоду, через пеньки-задоринки, через, не знаю, болото, камыши, реки, горы. Разные ситуации у всех бывают. Но мы учимся любить. Вот в учёбе иногда бывает очень сложно. Ребят, хочу вам напомнить, что у нас потрясающий мастер-класс будет во вторник и в среду, 24-25 октября. Бесплатный мастер-класс. Я буду очень рада видеть вас. На этом мастер-классе будет огромное количество розыгрышей. Будет очень много различных призов. Самый главный приз — это будет за 350 тысяч поездка со мной в Египет. У нас там будет ретрит в декабре месяце. Бесплатный доступ, в подарок доступ на мастер-торо. То есть можно выиграть курс мастера-торо. Ну и много-много-много других призов от нашей Академии Вита Виртус. Итак, возвращаемся к нашим темам любви. Я буду основные моменты смотреть на обычных колодах, на самых ваших любимых, на колоде «Царь». Вы её очень любите, поэтому я её использую в первом варианте. Второй вариант будет на «Таро-нефертаре». И третий вариант будет на «Клим-Таро». Не могу не воспользоваться сексуальной магией. Колода «Сексуальная магия» или «Магия наслаждения» — она в переводе, издана на русском языке. Потому что ни одна другая колода так не раскрывает парные взаимоотношения. Есть колода, которая раскрывает женщину, есть колода, которая раскрывает мужчину. Здесь в данном случае «Магия наслаждения» — это колода, которая была создана Лаурой Туан. С Маура де Лука. Это психолог. Это одна из немногих колод вообще на мировом рынке «Таро», которая была создана профессиональным психологом. Ну что, начнём. Выбирайте колоду, загадывайте, либо просто вариант. Первый, второй или третий вариант. Если нужно больше времени, ставьте на паузу. А мы посмотрим первый вариант чувства вашего загаданного человека. Так, всё. Подумали? Я вас буду очень ждать 24-25 октября на мастер-классе. Бесплатный мастер-класс, где мы рассмотрим с вами шаги к своему собственному счастью. Как быстрее стать счастливым. Любовь — это прекрасно, но сначала надо научиться любить себя. Потому что только любящий человек, человек, который умеет любить себя, может привлечь в свою жизнь человека, который умеет любить кого-то. Сначала первичная любовь к себе, а потом уже вторичная любовь к кому-то другому. Итак, что в настоящий момент между вами происходит? Зависшая ситуация, повешенная здесь. Причём очень долго. Очень долго и непонятно. Каждый раз всё начинается заново. Либо вы хотите каждый раз заново всё начать. Потому что повешенный шут — это зависшая ситуация, которая постоянно каким-то образом обновляется, видоизменяется. Ну, вот так вот и длится очень давно и долго. Да, эмоциональных карт здесь немного. Холодные все карты, очень тяжёлые, холодные. Ещё и отшельник. Я не удивляюсь, почему вы хотите знать его чувства. Потому что отшельник, повешенный шут — это карты, которые не отвечают за человеческие чувства. Это же старшие арканы. Они про высшие, они про духовные, они про всё, что вокруг нас происходит, про высшие духовные знания. Звезда, цели — это третье посвящение, звезда, карта ангелов, божественного пути, цели, кармы. Да, однозначно человек пришёл для того, чтобы набраться мудрости. Тяжело ему даётся мудрость. Да, вы этого человека учите любить. Умеет он на самом деле любить, но в этой жизни почему-то он от этого закрывается. Почему он закрывается? Он будет позиционировать то, что ему нужна женщина для того, чтобы проводить время вместе, наслаждаться жизнью, дарить друг другу какую-то радость, эмоционировать. Закрывается почему? Потому что когда мужчина считает, что он влюбляется, когда он раскрывает свои чувства, у него будет проявляться ревность. Он на самом деле очень ревнивый человек, но он показывать это не хочет, потому что не принято ему ревновать. Да, вот он старается держать такую маску, либо такой статус, что он вообще не ревнивый. Ему вообще всё равно, у него на первом месте он, он будет показывать вам хладнокровие. Но этот человек будет специально знакомиться с разными женщинами, чтобы не привязываться, чтобы не заморачиваться. Чтобы не то, чтобы не заморачиваться, чтобы не вживаться, чтобы не прикипать душой. Почему? Потому что он уже знает себя, у него уже был какой-то опыт, может быть, очень давно. Может быть, в молодости, в детстве, в юности. Но он знает, что он очень тяжело, потом забывает. Причём сейчас он пытается с кем-то какие-то отношения устроить, но не может забыть королеву Жезлов, которая находится на расстоянии. Он пытается к ней остыть, он пытается всё это как-то отпустить, но у него не получается. Женщина, которая находится на расстоянии. Ладно, какие чувства он испытывает? К вам. Ты переживает он очень сильно? Какие он чувства испытывает? Тут мысли постоянно тяжёлые. Может фантазировать, может испытывать сексуальное возбуждение, может реально фантазировать, какие-то сексуальные фантазии прокручивать в голове. Потому что здесь сначала переживания, потом сексуальные фантазии, а потом огонь и страсть, то есть проявляются эмоции. То есть у него воспоминания о вас складываются таким образом. Сначала я переживаю, потом дано его к чёрту, я не хочу об этом думать. Потом у него возникают фантазии, картинки из прошлого, и затем идёт возбуждение. Какие ещё чувства он испытывает? Не, ну здесь очень хорошие все карты. Я чувствую, что я потерял женщину, с которой я мог быть в паре. Императрица и император, пятёрка и пентакли. Причём очень такая глупая потеря. Мы сегодня будем рассматривать только чувства. Действия не буду смотреть. Но он чувствует, что он потерял, и потерял окончательно. Причём как-то очень просто и легко. Он переживает по этому поводу, что он вас потерял? Очень. Пятёрка мечей. Он готов, в принципе, бороться за какой-то союз. Но будет предлагать либо дружбу, либо будут пытаться с вами каким-то образом дружить. Боится, что не потянет. Боится, что вы будете манипулировать. Боится, что вы тут и умнее нападаете. Вы знаете, больше чего боится? Больше всего он боится ревности. Своей собственной ревности. Он очень боится, что он вас будет ревновать. Но поэтому даже к вам не привязывается. Давайте-ка мы его страхи посмотрим. Какие у человека страхи на ментальном уровне по отношению к вам? Вот. Здесь сильная женщина, которой, знаете, вы читали миф про Афродиту и Ариса, который его укращает. Он был ее любовником. Он очень боится, что как только он поддастся вашему влиянию, вы его просто очень быстренько укротите, как львеночка. И он этого очень боится. Это его ментальные страхи. Женщина не должна управлять мужчиной. Он прекрасно понимает, что он чувствует вашу энергетику. Он прекрасно понимает, что вы будете им управлять. Но он сам управляет. Он вас не вынесет. Он тяжелый. То есть вы не даете себе отношения, для него очень тяжелые. Он к вам привяжется. И потом очень долго, 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 чуть ли не... Он считает, что если он к вам привяжется, если он откроет вам сердце и впустит любовь, потом, ну, здесь как, если по возрастным отрезкам, то это может быть даже больше пяти лет. Он хочет, чтобы вы им восхищались. Он хочет, чтобы... Вот ему нравится играть в картинки, когда мужчина повелевает женщиной, которая его боится, которая от него прячется, стесняется. Ему нравятся вот эти игры. Но он хочет рядом с женщиной чувствовать себя более властным. А здесь женщина более такая сильная. Он считает, что если женщина не будет испытывать страх и власть мужчины на себе, вот он не будет владеть ею, женщине станет с ним скучно и неинтересно. Он опять останется один, опять отшельник, ну и опять пятерка мечей. Вот это прям любимая его карта. Пятерка мечей, пятерка пентаклей. Опять пятерка мечей, пятерка... Потеряется. Боится он потери. Что у него на подсознании? Ну, подсознание десятка пентаклей. Подсознание десятка пентаклей. Семья, женщина, удовольствие, звезда. Он мечтает о хорошей семье. Он мечтает о тёплых отношениях. Он мечтает о шансе. Очень классная карта, где свечи связаны нитками. Свечи разных цветов. Это как мы повязаны. Мы повязаны между собой. Это просплетение уже, ну, можно сказать, родовых каких-то историй. Когда мы сливаемся что-то в одно целое. Когда воск плавится, и всё это перемешивается, сливается вместе, соединяется вместе. Ну, здесь у человека будут страхи материального какого-то характера. Боится он идти в любовь? Я могу сделать вывод, что мужчина... Он испытывает к вам чувства. Здесь очень много страхов. Какие у него страхи на физическом уровне. Что это неофициальные отношения. Официальные отношения он дать не может. Он может с вами только заигрывать. Может быть, только вашим любовником. Но первый вариант, девочки. Он хочет играть в игру, когда он властный, классный такой, независимый. А вы ему подчиняетесь. Женщина в первом варианте очень сильная. Либо статусная, либо старшая, либо взрослее, либо увереннее в себе по жизни. Потому что у него все карты, что сила, что десятка жезлов, он не может тащить все отношения. Что он представляет себя вот этим властным королем Пентакли. По магии наслаждения, это мужчина, который управляет женщиной. Женщина как бы рядом с ним теряется и превращается в маленькую девочку. Вот ему хочется вот этих переживаний. Ему хочется этих эмоций. Он хочет ощущать свою значимость рядом с вами. Он хочет ощущать свое великолепие, свое великодушие. Он хочет реально вот играть в какого-то покровителя, повелителя. Ему это нравится. Он хочет испытывать себя таким. Все, что касается соблазнения, на физическом уровне, ну и ревности. Он очень боится, что кто-то будет лучше, чем он. Ну это какие-то комплексы, связанные, я думаю, что это с далекой юностью, либо совсем с далеким прошлым. На самом деле, связано, да, с прошлым, когда он был тем мальчишкой, который не знал к женщине, с какой стороны подойти. И так, и так, и так, и там, видимо, что-то как-то не так пошло. Интересно, вот он в своих чувствах признается, расскажет о своих чувствах. Когда-нибудь. Башня, нет. Двойка жазов, справедливость. Никогда не признается. Колесо фортыны. Он может что-то такое вот, если совсем все очень будет плохо, очень тоскует, по-моему. Очень. Прям скучает, тоскует. Ну мне понравилось просто здесь сочетание император и императрица потеря. То есть он потерял семью. Неважно, какие у вас были отношения. Познакомились, вы там два дня вместе провели, либо вы прожили 10 лет. Император и императрица — это правильный союз энергетический между мужчиной и женщиной, который он потерял. Как возможность, как историю какую-то, как действительно какие-то отношения. Но он потерял, он потерял союз достойной женщины и достойного мужчины. Для того, чтобы быть с вами, для того, чтобы делиться с вами своей любовью, он должен стать королем жезлов. Он должен полностью ощущать свое вот... Либо вы ему даете это ощущение, вот этого власти, великодушия, все власти, чтобы он управлял ситуацией. Ему очень необходимо чувствовать себя главным в этих отношениях, потому что у него все страхи, что он не справится, что женщине не понравится, что ей будет скучно, что она заскучает, ну и много-много всего. Ему хочется так, чтобы вот она, как кошечка, сидела у него в ногах, да, вот, как кошечка сидела у него в ногах, он ее гладил, и наслаждался жизнью. Такой вот первый вариант. Второй вариант. Колода Нефертари. Посмотрим сейчас чувства вашего загаданного человека, какие чувства он испытывает вам в настоящий момент, что у вас там происходит. Девочки, я вам напоминаю, что у нас потрясающий будет мастер-класс, двухдневный бесплатный мастер-класс, где я расскажу пять простых шагов для того, чтобы быть счастливым человеком. Ну и много всего интересного. Будет огромное количество вызов, розыгрышей. Буду вас очень ждать в этот вторник, 24 октября, 25 октября. Так, чувства вашего загаданного человека. Что в настоящий момент происходит между вами? Так, второй вариант. Отношения страстные, огненные отношения держатся на безумном сексуальном желании. Здесь вот просто три подряд карты огня. Ну, колесница не совсем огонь, это у нас луна, но второй управитель Марс, старшего аркана колесницы. Поэтому здесь как такая любовная пара, сумасшедшие, страстные отношения, безумные отношения. Здесь мужчина сходит с ума, по-моему. Очень плохо. Очень ему сейчас в настоящий момент плохо, потому что некое есть такое охлаждение. Он считает, что у вас есть мужчина, он считает, что у вас какие-то немножко недоотношения. Ну, знаете, такое описание, все сложно. Вот в каких-то отношениях все сложно. Его это очень сильно выводит из себя, его это очень сильно раздражает, у него очень сильно проявляется нервозность, ревность. Ребят, ну, здесь и десятка пентаклей, и два короля, и две дамы. Второй вариант, честно, не буду, может быть, не свободен человек, может быть, вы не свободны, может быть, он не свободен, потому что здесь и король жезлов, и дама жезлов, и королева пентаклей, тут как, как, несколько мужчин, несколько женщин, ну, ладно, бог с ним, чувства посмотрим, давайте его чувства посмотрим. но отношения на сумасшедшие сексуальные привязки очень человек вас хочет, безумнейшее желание сексуальное, вы его солнышко, вы его радость, вы его свет в конце туннеля для этого отшельника, ему очень одиноко с той женщиной, с которой он находится рядом, потому что здесь та женщина, с которой он находится, здесь король жезлов, ты, как находится в семье, ну, опять же, у всех разные ситуации, с кем бы он рядом не находился, ему очень плохо, ему нужно солнце, ему нужен этот огонь, ему нужна эта подпитка, здесь мужчина готов лететь за женщиной, покорять эту женщину, сражаться за эту женщину, и он очень хочет с вами поговорить, здесь безумное желание поговорить, выговориться, такое ощущение, как будто вы его в последний раз неправильно поняли, он прокручивает в голове какой-то разговор, он очень хочет с вами пообщаться, он хочет выговориться, что он в настоящий момент чувствует к вам? Наслаждение, Девятка Пентакли, императрица и маг, хочет с вами управлять, хочет повелевать, но вообще считает, действительно, у вас какой-то очень волшебной, интересной женщиной, которая умеет владеть собой, своими собственными чувствами, пространством, своей жизнью, ну, вот что он чувствует, он чувствует к вам, что можно чувствовать к императрице, уважение, любовь, страсть, восхищение, с Девяткой Пентакли, это роскошная женщина, здесь дорогая женщина, второй вариант, здесь очень дорогая женщина, еще которая способна двигать пространство, что такое двигать пространство, в моих словах, это женщина, которая управляет своей жизнью и жизнью всех, кто с ней соприкасается, женщина достаточно, она не слабая женщина, очень плохо, ему хочется с вами какой-то стабильности, но, видите, у вас разное понимание стабильности, у него стабильность это такие же частые встречи, по которым он скучает, которые были раньше, то есть он хочет стабильных эмоций, стабильного наслаждения, стабильного кайфа, стабильного какого-то, вот знать, что вы рядом с ним, все, он скучает по какому-то прошлом, он очень переживает за какое-то прошлое, что он может дать, ну, здесь у него, вот в настоящий момент у него мысли только про секс, он очень скучает, он хочет, вот как бы перегрузить ваши отношения, начать сначала, очень, здесь все в прошлом, причем прошлое такое, все прям сказочное, он его немножко приукрашивает, я посмотрю его чувства, на подсознании к вам, его подсознание, он очень ограничен, он не может проявлять чувства, потому что здесь повешены, но он четко понимает, что он сам себя привязал к вам, безумно привязал, здесь романтические карты, но он боится показывать свое вот это романтическое настроение, потому что еще больше привяжет, но он что-то, он осознает, что он привязан к вам, ну, связан, здесь такая, вот в этой колоде такое значение интересное, когда люди по собственному желанию, как бы связывают друг друга с собой, вот привязывают, вот он привязался к вам, он четко осознает, на подсознании он понимает, тут осознанное подсознание, на осмысленных, вот в осмысленных чувствах, да, то, что он понимает, вот то, что он четко, конкретно знает, вот если его спросить, дорогой, вот давай по-честному, ты что чувствуешь? Луна, Солнце, Десятка мечей, Луна — это женская энергетика, Солнце — это мужская энергетика, а Десятка мечей страдает, он безумно страдает, вы знаете, как бы он сказал, я не знаю, что я к этой женщине испытываю, но мне без нее очень плохо, потому что когда она появляется в моей жизни, она освещает эту Луну, потому что в этой женщине я вижу отражение Солнца, в этой женщине я вижу отражение всех своих желаний, в этой женщине я вижу отражение всех своих фантазий, мыслей, он сейчас очень сильно страдает, вот если бы его вывести на правду, в сыворотку правды ему вколоть, он признается, что ему по Десятке мечей очень плохо, он безумно страдает, ужасно страдает, вот здесь такая карта, Такая карта, когда он там крышу у него сносит Он не знает, как собой владеть Не знает, как себя вести У него не было таких эмоций У него не было У него реально ревность, которая не даёт возможности ему даже думать Человек сталкивается с эмоцией, которой у него никогда не было Может, ему там и 50, и 60 лет Но он никогда не испытывал этих эмоций Он не может совладать со своими страстями Он не может совладать со своей энергией Он не может совладать со своими эмоциями То есть такой диссонанс между менталом и астралом Мысли, то есть голова говорит одно, мозг говорит одно А чувства говорят ему совершенно другое Если бы он мог с вами связать судьбу, он с удовольствием это сделал Чтобы он чувствовал две подряд карты судьбы и наслаждение и удовольствие Вот что он чувствует? Он с вами готовы пойти на всё На любые способы удовольствия, на любые способы Вот если можно было объяснить эмоции какими-то действиями Но он бы согласился, наверное, на все возможные какие-то вариации проявления любви А будешь показывать? Вы знаете, он показывает Он показывает, но у него это всё как-то незрело Поверхностно Поверхностно Недоверие Он у вас, вот не вызывает он у вас доверия Какие у него самые главные ментальные страхи Такое ощущение, как будто мужчины все по одну копирку Десятка Пентакли, король Пентакли, десятка жезлов Не утяну, не смогу, не дотащу Не смогу быть вот этим королём Пентакли Не смогу обеспечивать Не смогу дать безопасность Не смогу владеть Не смогу обладать А почему? Шут Возможно, потому что надо начинать всё заново Но здесь немножко другая история Во втором варианте Он настолько эмоционально от вас зависим Сексуально и эмоционально Что он адекватно воспринимать реальность не может Он реальность понимает, что он не контролирует ситуацию Ему хотелось бы Не знаю, он с вами раскрывается У него с вами огромное количество Каких-то таких сексуальных фантазий Когда он готов, не знаю, довериться Здесь такая карта интересная Когда люди выносят друг другу мозг Но здесь, получается, его чувства Ведут себя таким образом Что он сам себе выносит этот мозг И он боится этого Он боится ментальной, астральной, физической зависимости На физическом уровне чего ты боишься Влюблённые Романтический балкон, да, Ромео и Джульетта Боится довериться Боится расслабиться Боится в ум с головой А очень хочется Вот это так, одной карты Просто одной карты Вот как ты любишь Как ты любишь Это не серьёзная карта Но она очень откровенная Она очень интересная Здесь получается Такой Стена из лилий А лилии считаются цветы Они же таким запахом обладают резким Которые отделяют рай от ада Ну вот по теории этой колоды И здесь получается Он бы хотел действительно в ум с головой В эти искренние чувства И с тобой рай А жизнь без тебя — это ад Вот я когда с тобой рядом нахожусь Жизнь обретает другой свет Другие краски Другие эмоции Я хочу быть с тобой Зараза такая И что ж ты Почему ты в чувствах не признаёшься Двойка мечей Будет молчать Ту жезлов Нет, он как-то проявляться будет Проявляться будет Он скажет вам о своих чувствах По четвёрке мечей Не сейчас Пятёрка жезлов Боится конкуренции Но здесь в самом начале Помните, я вам говорила, что Здесь есть холод и отдаление И он считает, что у него есть соперник Либо это его какие-то заморочки Что есть кто-то лучше, чем он Либо действительно у вас есть другой мужчина И его он постоянно останавливает Потому что он готов Вот напрямую никогда не скажет По шпинтакле, по справедливости Он вам и не врёт Он вам говорит правду Ну как-то вот кусочками, да Ему надо работать над этим На самом деле Он может быть и пришёл в эту жизнь Вот для чего он пришёл? Для чего он пришёл в вашу жизнь? Паш Жезлов Ну да, здесь Паш Пентакли Потому что он через вас Учится говорить о любви Вот человек, может быть, прожил там Уже полжизни А говорить о любви не научился Почему? Ну потому что Паш Жезлов И башня Что-то у него где-то было разрушено Очень сильно Он теперь боится, Паш Мечей Ну, давайте так Ну, Луна не доверяет У нас у всех есть травмы И у женщин, и у мужчин Если за них цепляться Это можно потратить всю жизнь На то, чтобы Прорабатывать свои травмы Здесь надо сильно расслабиться Идти в отношения Вы ему для этого и даны Чтобы мужчина раскрылся Но если мужчина вас не раскрывает Как женщину То нет смысла тратить на это время Но здесь вы поливлюбленные Он хочет с вами раскрываться Что не так в ваших отношениях? У вас свиданий сейчас нет В настоящий момент Какие-то препятствия Могу сказать, что здесь доминирует Сексуальное притяжение Доминирует физическая близость И безумная зависимость от этой женщины Но вы ему раскрываете мир И вы его тоже учите любить Такой второй вариант Мои дорогие Третий вариант Ким Таро Я вам напоминаю Я вас во вторник И в среду жду на мастер-классе На бесплатном вебинаре Где мы с вами поговорим о счастье Будет огромное количество призов Вот очень Самый вам дорогой приз Стоимостью 350 тысяч российских рублей Ну это 3500 Переводим на евро Так Давайте сосредоточимся Сейчас мы посмотрим Чувства загаданного человека К вам в настоящий момент Смотрим подсознание Смотрим на страхи И проявленные чувства Что в настоящий момент между вами? Нет, у вас все прекрасно Тройка кубков Двойка кубков Девятка кубков Десятка кубков Все хорошо в отношениях Паш кубков А мужчина страдает А мужчина Тройка мечей Десятка ментаклей Здесь, знаете Вот знаете, в чем ошибка Третьего варианта? Вам кажется, что В ваших отношениях Не хватает эмоций Здесь получается Из шести карт Пять эмоциональных карт И одна материальная Вам кажется Здесь очень много чувств Здесь даже слишком много чувств Здесь проблема В каком-то материальном Бытовом вопросе Вот сразу Что бы сейчас я дальше не говорила В третьем варианте Не сомневайтесь Что вас человек любит Сразу Вот могу сразу сказать Здесь даже излишне много чувств Здесь проблема Здесь хромает Либо денежная сфера Либо Вот Что такое пентакли? Это когда человек Должен вкладываться Временем Здоровьем Деньгами Руками В конце концов Потому что Мужчина очень сильно Переживает за десятку пентаклей Вам, возможно, кажется Что вам не хватает чувств Он не проявляет чувств Любит ли он вас На самом деле Любит Он не знает Что такое десятка пентаклей Десятка пентаклей Это один за всех И все за одного Это жить вместе Это когда Мы делимся ресурсами Между Между всеми Что такое семья Когда все общее Семья Одно целое Один за всех Все за одного У него с этим проблемы У него не с чувствами проблемы Какие чувства В настоящий момент Он испытывает к вам? Им очень тяжело Потому что он почему-то Живет в прошлом И он очень ревнивый Он сходит с ума Потому что у него Здесь очень много переживаний Двойка мечей Семерка кубков Дьявол Он не может справиться С какими-то своими эмоциями У него Что-то внутри происходит Какой-то процесс Это не связано С чувствами к вам У него есть к вам чувства Здесь что-то цепляет Есть какие-то моменты Комплексы Мы их называем комплексы Триггеры Вот внутренние какие-то Которые Вот вы как бы Их поднимаете наверх Он страдает Потому что он страдает Не от любви к вам Он страдает от того Что он не может быть Самим собой Он постоянно притворяется Он не знает Как себя показывать Он хочет опять Это романтического периода Как было раньше Было в самом начале Сейчас мы пока Холодно Он повешен Над колорами мечей Потерялся сам Завис Здесь А что он сам Нет, здесь все Пошли карты такие Восьмерки, семерки Это внутренний дискомфорт Борьба К голове хаос Куда идти Я не понимаю Что происходит Надо остановиться У него вот такое Вот внутри происходит Как он сам Интрепретирует Своё состояние Тройка жертвов Король Пентакли Девятка Пентакли Он догадывается Потому что Король Пентакли И девятка Пентакли Это все-таки про Мужчину и мецената Который должен В женщину вкладываться Не только эмоциями И здесь надо Как бы Идти по нарастающей Он чётко понимает Что мне надо зарабатывать Мне надо вкладываться Мне надо развиваться Потому что Она женщина Которая привыкла К чему-то Очень эффектному Интересному Ему всё время кажется Что вам чего-то не хватает Чувствуйте Что вам чего-то не хватает Удовольствие Наслаждение Какой-то У вас очень эмоциональный мужчина У него до такой степени Такое огромное количество Эмоций внутри Что ему всё время кажется Что вам мало А вы наоборот Почему-то Вот как вы воспринимаете В этот эмоциональный план Король Кубков Вы понимаете Что он такой А-а-а Всё, я поняла Ребят, я поняла Девочка Поняла Здесь мужчина Как вы это всё видите Вы королева мечей А он король кубков Это не про любовников Любовница Здесь женщина Просто осознанная Думающая Живущая логикой А он король кубков Он живёт эмоциями Вот вы поэтому Не понимаете Как он вас любит Потому что Он эти эмоции Постоянно хочет проявлять А у вас От этого количества эмоций Наоборот Возникает какое-то недоверие Потому что Вы логически устроены Вам нужно какое-то подтверждение Вам нужна Какая-то основа База, действия А у него всё в эмоциях И у него вот всё У него прям Вот он живёт Этими эмоциями И пятёрка мечей Вы друг друга вообще Не слышите И не понимаете Это вот как глухой Там слепой С глухонемым Разговаривает О чём это Он не знает Как вас привести К классическому пониманию Брака Вы знаете Вот император Ирафант Это такой классический Кавказский муж В каком смысле Я сейчас говорю Муж Которому женщина Должна подчиняться Но он сам не такой Он человек эмоций Вот ему самому Надо в себе разобраться Сразу вот Сейчас я не буду говорить Даже о чувствах С чувствами всё понятно Он влюблён в вас по уши Здесь у мужчины Какой-то такой Собственный заскок Потому что Он считает Что всё не так У вас складывается Неправильно Вы друг друга Не слышите Не понимаете Почему Потому что Он от вас ждёт Постоянно Каких-то бурных эмоций Он от вас ждёт Постоянно Каких-то объяснений В любви Это знаете Такой типаж Который будет вас Триггерить Чтобы вы постоянно Ему говорили Что вы его любите Не оставляй меня Не покидай меня Будь со мной Для него Это какое-то извращённое Такое понимание любви Потому что он постоянно Устраивает вам Либо отшельника Либо повешенного Чтобы вы его возвращали Потому что Для него Это признак того Что вы его любите В третьем варианте Проблема не с мужчиной То есть с мужчиной Может быть тоже проблема Но ему всё время кажется Что вы его недолюбливаете Какой у него страх Элементарий По отношению к вам Ему не хватает Вот Верховная ещё Жрица Девственница И же И двойка Так интересно Это такая карта Очень интересная Она говорит Да Всё прекрасно Любовь Это прекрасно А что ты ещё можешь Вот его страхи Что вы та женщина Который Не достаточно Просто его любви Он это всё понимает Он не глупый мужчина И вы здесь Слишком умная Вы здесь Верховная жрица В этой колоде Это женщина Которая живёт Больше мудростью Они Не то что даже не сердцем Вы живёте сердцем А душой Только вы живёте Уже На сердечной чакре А у него Любовь проявляется Ну если вы понимаете Сейчас о чём я говорю А у него Любовь на уровне Второй, третьей чакры Ну не первой Не первой Нет Второй, третьей То есть огонь Страсть И вожделение То есть он от вас Постоянно питается В этой энергии И ему нужно постоянно Подтверждение Что вы его любите А вы давно уже На высших ментальных планах Вы любите душой Вы любите сердце И вы иногда не понимаете Зачем Какое тебе нужно доказать То, что не видишь Что я тебя люблю У вас из-за этого Могут быть конфликты То, что ему кажется Что вы Он вас очень Он вас постоянно подозревает Ему надо постоянно доказывать Через секс Он поэтому и в сексе Будут всё время стараться И будет Вот заметьте У вас когда будет постель Он будет От вас Как бы требовать Слова Слова любви Вот он будет вас Прямо вытягивать Чтобы вы ему Признавались в любви Всё здесь понятно Нет, не переживайте Здесь мужчина Который хочет Превзойти сам себя Достать У вас есть Какой-то бывший Ну здесь карта Когда женщина Может Вспоминать Либо сравнивать С бывшим мужем Либо с бывшим Любовником Ну Кем-то из прошлого И он хочет Превзойти Всех И ему нужно подтверждение У вас такой мужчина Которому надо постоянно Говорить Что вы его любите Что он самый лучший Потому что ему всё время Кажется Что вам скучно Что вам надоело Что вам не интересно С ним Ему нужно постоянно Подтверждение Вот в этом проблема Вы его не понимаете А он не понимает вас Хотя на самом деле Всё прекрасно Расклад начался Тройка, двойка, десятка кубков Это идеальные Семейные отношения Основанные на любви И чувствах Только он любит там А вы любите здесь Расскажет он о своих чувствах Мир Королева Жезлов Семёрка Жезлов Такое ощущение Как будто вы ему Не даёте выговориться Умиренность Он вроде бы как бы И говорит о чувствах И будет говорить Он очень боится Вашего какого-то охлаждения Такого Что вы очень сильно Поменяетесь Мир Королева Жезлов Семерка Жезлов Что вы в любой момент Можете Вот он вам признается В любви А вы ещё больше Закроетесь И будет башня И надо будет начинать Сначала всё Он говорил вам уже о любви Не он говорил вам о любви Сожалеет очень сильно об этом Скажет Ещё будет говорить Здесь прошлое Штёрка мечей Штёрка кубков Он уже говорил Третий вариант Он может вам и предложение Уже делал И живёте вы может быть вместе Здесь самый главный Самый главный нюанс Это то Что вы любите На разных уровнях На разных вибрациях Но Для вас любовь Это что-то более высшее Такое А для него любовь Это Уси-пуси Мой хороший Мой дорогой Моё солнышко Мой котик Мой любимый Ему надо постоянно Это говорить Ну вот А вы королева мечей Вы более такая Логическая И здесь королева мечей Вы были И там королева мечей Это не по знаку зодиака Это по вашему Образу мышления Вот вашему восприятию Мира Вы такой Ментальщик Больше Вы такой Больше женщина Живущая головой Всё хорошо Здесь может быть Просто постарайтесь Его понять Ну Либо Действительно Вот Признаваться Ему в любви Такой был третий вариант Мои хорошие Я вас всех жду Во вторник Те, кто хочет Учиться в нашей академии 13 ноября У нас стартует Наш юбилейный Десятый поток Будет очень много Различных призов Подарков Сюрпризов 13 ноября Стартует Десятый юбилейный Поток Мастера Таро Буду вас всех ждать С большим Огромным Огромным Удовольствием Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok